мое приветствие всем божьим детям я вот размышляю на такую тему о периоде времени в котором мы живем не знаете за мое пребывание несколько лет в интернете также имея канал вот общаясь с десятками людей из разных городов стран не только из россии но и из близнего из ближнего зарубежья из дальнего отовсюду я наблюдаю одну и ту же тенденцию и проблему среди людей проблема заключается в том что большинство существующих церковных динаминаций на самом деле теряют вообще так сказать свое качество как церковь божья если в начале своего формирования они еще хоть как-то были приближены к евангельскому учению то сегодня если на все это смотреть то мне кажется что современный динаминацизм протестантским погружается я не знаю может процентов на 80 но это чисто мой анализ до из моего опыта погружается в полнейший хаос в действительности люди терпят знаете вот из людей делают каких-то вот полнейших терпил извините за выражение где люди ходят и должны все терпеть причем еще им говорят что если вы перестанете ходить типа вас кровь омывать не будет покровительство вам никакого не будет того не будет то есть динаминация настолько пытается овладевать умами и душами и жизнями людей что это хуже некуда я уже говорил что даже иуда искариот по сравнению с современными значит мохнатыми такими стоящими за кафедрами даже иуда искариот по сравнению с ними вообще отдыхает где-то там нервно в сторонке понимаете иуда искариот этот не был уже учителем вы только подумайте он истину благовествовал то есть его никто не мог уличить в ложных учениях сегодня настолько обнаглели некоторые пасторы что несут откровенную ересь полностью манипулируют сознанием людей ставят их под проклятие еще называют себя значит церковью божьей ну ты скажешь брат женя мы уже все это поняли выход что теперь делать а делать то же что делал авраам потому что сегодня мы находимся в таком состоянии в котором был авраам в котором был ноя аврааму бог сказал выйди из ура халдейского из твоего родства землю которую я тебе укажу сегодня если ты авраам его семя то тебе придется рано или поздно покинуть свой халдейский ур своей деноминации сегодня время индивидуального следования за иисусом христом не следование за какой-то толпой которая тебе внушает то и это но реальные следования индивидуально индивидуально следование за иисусом Вы должны помнить, что он сказал такие слова. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие идут этим путем. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Подумайте, сегодня в большинстве своем нам проповедуют широковоротную версию Евангелия. Только подумайте над этим. Это просто-напросто ужасающая вещь на самом деле. Если ты в действительности хочешь следовать за Иисусом Христом, как за своим Спасителем, тебе нужно как можно быстрее переходить на личные и индивидуальные взаимоотношения с Богом. Если у тебя не будет этих личных и индивидуальных взаимоотношений, я не знаю, кого из тебя может сделать твоя динаминация. Начни искать индивидуальные отношения с Богом. Я верю, тогда у тебя все будет в действительности, в согласии Писания. Жизнь начнет изменяться реально. Потому что динаминация, она не может жизнь человека настолько поменять, как это может поменять Святой Дух. Знаете, общаясь с людьми, наверное, уже несколько сотен людей, которые мне свидетельствовали, что после выхода из своего халдейского ура, так называемой христианской церкви, они стали больше и качественнее познавать Господа Бога. То есть представьте, они дома молятся, они чувствуют помазание. Они дома читают Евангелие, к ним приходят откровения. А приходят в собрание, чувствуют только полнейшее отношение. Вы можете себе представить, что мы находимся в таком состоянии, что человек, истинно следующий за Богом, он в действительности ощущает больше Божьего присутствия на индивидуальном уровне, чем даже когда он приходит в собрание. Вот просто оглянитесь, посмотрите, наполняетесь ли вы Духом Святым, Словом Божьим в собрании? Испытываете ли вы там эту Божью благодать на своем сердце? Или вы приходите опустошенный, а уходите подавленный после проповеди? Вот если вы после проповеди служителя своей церкви уходите полностью подавленным, слушайте, это точно уже сигнал вам задуматься, а туда ли вы ходите? Конечно, вы мне скажете, и Женя, ты нас что, побуждаешь бросать церкви, уходить из них? Да нет, я не побуждаю вас уходить. Я всегда говорил, если церковь нормальная, в Духе Святом, будьте в ней. Но если вы реально ходите туда, где вы уже не питаетесь духовно, где вы просто истощаетесь, где над вами пытаются брать господство и контроль, что вы мучаетесь, что вы страдаете? Мне каждый день люди звонят, Женя, что нам делать? Мы уже не можем в церкви своей находиться. Люди, ну как что делать? Ну уйдите, вы же не рабы, вы же не обязаны пастору своему ходить и подчиняться, и слушать. Вы вообще подумайте, вы же свободные люди. Вы говорите, как же мы будем жить без собрания, что нам делать? Ну, это ваш выбор. Тогда вы можете ходить туда и страдать. Но вы можете, как Авраам, сидеть где-нибудь у Дубравы, Мамры, и именно туда пришел Нухиседатель. Знаете, вот свобода, то, что мы получили, это самое лучшее, что сегодня в действительности можно иметь в Иисусе Христе. Свободу. Вспомните, что сказал апостол Павел, чтобы вы не подвергались никакому игру рабства. Не подвергайтесь, никому не вверяйте себя и свою жизнь каким-то людям. Верьте свою жизнь в руки Иисуса Христа. Даже об Иисусе сказано, что Он себя никому не вверял. Понимаете, будьте аккуратны, будьте бдительны, вверяйте себя Иисусу. То есть не будьте наивны, будьте очень аккуратны, потому что очень много рыскают волков сегодня вокруг вашей жизни, всяких ложных течений, учений. Читайте, в первую очередь, самостоятельно Евангелие. Слушайте тех проповедников, которые в действительности проповедуют вам Божье Слово. От чего ваша душа действительно питается, где у вас вот этот внутренний колокольчик говорит, да, когда вы слышите проповедь, не просто вы умом соглашаетесь и, извините за выражение, как лошадь киваете гривой, простите, да, за юмор такой. Но когда сердце ваше откликается на проповедь проповедника, вот, потому что в сердце вашем Дух Святой есть. И изнутри это исходит у вас уже тогда аминь на проповедь, а не просто там, ну, время провождения в собрании. Люди, я вам желаю счастья на самом деле. Просто хотел бы, чтобы вы провели такой анализ, проинспектировали, так скажем, свою жизнь, да, там, свое отношение с Богом, все свои принципы, на которых вы стоите и строите свою духовную жизнь. И в конечном итоге, чтобы вы следовали за Иисусом. У меня на этом все. Будьте благословены. Дай Бог вам счастья, здоровья и успехов в познании. У меня на этом все. Давайте счастливо всем. Субтитры сделал DimaTorzok